так добрый вечер давно не снимал видео где показываю где показываю лицо так как не знаю раньше я таких делал потом подумал что это мое лицо может помещать этим текстом что говорю не знаю в общем сегодня решил таким путем решил рассказать такую грустную весть он смотрите когда я служил в афгане короче вывезли нас оттуда после афгана я попал через туркмению через азербайджан в армению там город обовьян чуть-чуть служил в обовьяне там какие-то проблемы были что-то там типа еще был советский союз но но эти как его какие-то там волнение армяне там что-то чего-то и решили привести там десантников из россии вот и в этом полку артиллерийском короче к нам десантников там привезли они жили ну и я там как латыш искал этих местных своих латышей земляков короче нашел парня вот и значит какое-то время десантники были потом их увезли все и значит этот как его значит ну вот просто подружился с парнями там где я жил он от моего города был 30 километров то есть близко ну вот поэтому взял контакты вот потом 90-е годы туда-сюда очень длинно очень много что говорить я с ним в одну аварию попал девяносто втором году значит поломал левую ногу был открытый перелом обоих костей меня вырезали из бусика из собственного бусика из рафика там на рафе работали и там можно было купить собственные микроавтобусы там некоторые люди ну там в общем пири пири длинная история но получили и я купил там в общем аварии бусик все и с этим парнем из двумя девушками были в этом бусики в общем больница гипс все там долгая история короче как-то потом шли годы я там про бога узнал начал церковь идти встретил этого парня до много лет прошло там 10-15 начал ему про бога он там ля-ля-ля там слушай знаешь моя мама идет какой-то там церковь не помню католическую литеранскую он говорит ой ты это все моей маме типа расскажи ну эти типа для нее но только не для парня ну там потом я узнал что он там по моему был связан с контрабандой у нас же есть извинспился по моему в полоцк это что россия полоцк белоруссия россия идет нефтепровод и там у нас было модно подключаться в лесу в глухих местах и нефть там качать солярку воровать в общем и многие так делали и короче по моим это парень тоже был связан там что-то чего-то на общем не про это и так годы шли там у него там жена дети у меня жена дети в общем ты дыды ими значит я ему успел тогда мне еще были магазины в риге в латвии три штуки вот и в рижский магазин этот парень приехал я ему начал что-то про бога ну он там отшил меня мама мама я там мне все супер трупы ну ладно как-то еще годы шли в общем в последние два-три года как-то опять взяли контакты через там знакомых и как-то опять какие-то отношения там звонки туда-сюда и старые армейские эти все и ну как-то вот так армия армия там все вот эти афган десантник был там вот там парашют и пригол все вот такое ну вот и значит что могу сказать последние годы я узнал что него есть транспортная фирма с братом пополам какие-то перевозки россия европа там туда-сюда в общем парень ну как-то не знаю при деньгах и значит купил бмв x5 по моему но не новую подержанную хорошая красивая машина короче где-то три месяца назад он ко мне приехал вот и он по моему когда был этот ковид 19 наш известный он тоже приезжал к на каком-то там гольфике да говорил что там бмв есть но приезжал на старом гольфе вот и я все время как говорится на сердце у меня есть всех каких друзей или старых этих всех приятелей встречать или встречаю ну всем про бога говорить потому что сами знаете сегодня мы есть а завтра мы уже умерли и все уже поздно покаяться и библия говорит что это это вам люди без иисуса идут в ад и и это навсегда это нельзя изменить поэтому это очень важно да вы понимаете это все так важно что если можно было это изменить то ладно еще как то так но это нельзя изменить но в общем и ну последняя история такая где-то три месяца назад он приезжает типа едет мимо моего там хутора говорит я поеду в город ну типа мой город какие-то дела он как закончу и я вечером тогда к тебе заеду там не помню печенье кофе там тортики что-то чего-то и в общем я я кофе ему гостил его и и по-моему какие-то печеньки привез что-то такое вот ну и раз он приехал говорит когда он приехал на каком-то там не помню гольфике что ли он приехал с девушкой ну женщиной то есть если у меня я шестьдесят девятого он по моим шестьдесят восьмого года рождения не так показал да он чуть раньше с армии ушел на полгода вот и короче идея такая и он тоже где-то до прошлом году что ли был с этой женщиной да 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 помню он меня познакомил ну типа не жена оказывается у нее тоже как у меня в жизни разводы дети там жены все менялась тоже вот такой грешник как я был и короче он вот с этой девушкой и тому же не помню имя но в общем познакомил и говорит там ту 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 ну я там сильно не интересовался про этому понял что но не официальная жена неофициально как-то вот так там подружка подружка типа ну ладно так что и значит вот это шанс он недавно на бмв приехал чай кофе и разговорились вот этом этом моем стеклянном домике где сижу ну вот я начал ему рассказывать как мои все эти порно зависимости все мастурбации все эти грехи и и как я там жену и ту бил и там это и сто и так и всякие первое второе третье в общем начали вспоминать эту молодость ну он тоже рассказал рассказывал что оказывается есть там по моему одна дочь от одной жены жены потом что-то второе уже выросли какие-то дети в общем ну как-то так по душам и начали я ему там все это и гору вот видишь как я делал неправильно шел церковь пришел домой это все как грешник жил ну и начнем начал я ему грузить про себе как ну как пример себе ну грузил про себе очень говорю вот какой я верующий я шел в ад я вот это делал это делал за спиной жены детей никто не знал не пастырь не церковь не не друзья я вот такой там грешники вот это все и воскресенье красивенько с улыбочкой и передвигают ну вот в общем ну хочу и я даже я помню что когда я ему там кое-что рассказывал и заплакал да ну то есть не помню он видел не видел это возможно но короче у меня так иногда есть что я когда вот вот такие но тяжелые вещи про свою жизнь говорю или вспоминаю то хочется плакать и и слезы текут и я плачу а вот и очень так по душам разговорились и что-то я ему все время youtube канал у меня уже открытые был это кого-то август может быть был когда он приезжал а шаш ноябрь до последний день ну вот и как-то про бога что-то я ему это все рассказывал он прислушивался я ему про этой и про то что вот дать развелся женой и двое детей и все уехали через океан и живут другом континенте и я там туда-сюда и скучаю по той жене и хочу хочу или хотел бы все он обратно обратно вернуть и и и без нее там вот все жизнь испортил дурак такая хорошая жена была в общем мы там все вот это папа папа по мужской линии как говорится и и и он тоже там празднув свою первую жену что такое как то вот так хотел назад и такая моя дочка есть и все и ну в общем там ля 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 2 2 мужика по душам разговорились но я конечно все время так как я понимаю что он ну не покаялся или как говорится как библия говорит он не родился свыше да он про бога что-то уже больше лучше чем там 10-15 лет назад когда он где послал сказал это моя мама и корич моей маме это говори я со мной но так как то и значит посмотрел ли в это бмв и все и так и круто и все там работах фури фури он с братом там отправляет вот и деньги идут на конечно свои проблемы там он говорил но вот такое ну и как-то решили что он мимо будет как-то проезжать или опять что-то ну типа до следующей встречи давай так нами два или три часа здесь до темно посидели и и и вот такое все и и такой открытые парень и не было никого рядом и но действительно так как как говорится открылись друг другу да про разные темы из про аварии вспоминали в которой мы были и и и там и то и все и как за эти годы там всякие шо вещи переговорили что уже ну в лет 30 это 90 года не знаю надо смотреть там сколько это может 40 вот девяностом году примерно там все это мы творили эти безумие после армии грешники ну и как-то так и парень уезжал а я с ним в отцапе там иногда какие-то вот там напоминал что а ну да и он мне говорил я смотрел твой youtube я там в ютубе очень стараюсь конечно про про как вы видите ну стараюсь про бога какой-то еванге евангелизацию людям но через какие-то свои примеры может там не все так говорят но я как-то вот так такой человек но все время через мои или это типовой политик этом зеленский или там это или это это да почти во всех я призываю говорю какой я был грешник какой я там неправильный что чего ребята так не делаете делаю посмотрите сами что я говорю я почти в каждом ролике про бога про покаяние потому что другого разговора нету на остальное все это глупости и пустые пустые вот эти вот только надо про бога про иисуса потому что это вечность да мы умрем и перед это будет суд перед богом библия говорит что все будут стоять перед ними и там будет так и так в общем как по библии да так что этому надо готовиться нельзя этого ну игнорировать даме и на 3 игнорировали сколько лет каждый да но этого не избежать бог написал что так есть то так и будет он же нас сотворил он же знает как все началось и бог знает как все закончится и он это притом написал библии вот короче идея такая после того когда он отъехал я там ватсапчике что-то отправил ему какие-то опять там линк на новые видео он там какие-то пальчики вверх там вот эти то-то то все вот что-то как-то в общем такая переговоре чуть-чуть по ватсапу иногда он там поможет свободный был вечером что-то написал я ему и вот такое и какой-то момент сейчас не помню надо ватсапе смотреть вдруг у него на ватсапе вместо двух этих галочек как говорим да одна галочка но одна называется что ну или ты там кого-то заблокировал или он тебе или он это отключился или он временно но в общем одна галочка это знак что что-то что-то не в порядке да что этот твой абонемент с тобой ну уже но не коммуницирует и я это правильно проигнорировал вот последние два месяца видите в ютубе то стройка то мясо то колбасный цех то баранчики то это то ну в общем все такое и как-то про забыл поэтому про этого парня вот ну сегодня звонят меня там поздравляют люди его сегодня же в латвии у нас как это именины андрис андрис на сегодня андрей андрисе и андреи да у нас по календарю звонят люди там поздравляют и вот с того города тоже один знакомый звонит и там поздравляет а я про этого парня спрашиваю где где наш общий знакомый а он говорит слушай как ты не знаешь я говорю что такое он говорит он все мертвый он уже не живой я говорю как ты что подожди я чуть не сам упал и начинаю рассказывать вот три месяца на полный назад приехал бмв разговаривали бог то все женщины покаяние все это и все этому говорю и ты что представляешь и так и так он не да я говорю а что случилось вот представляете видите как жизни да у него все было то есть и бабки и и и тачка бмв и все и все только я так понял что вот эта девушка последняя с которой он познакомился и не приезжал однажды говорил что аутой тоже ну за спиной там семья дети что-то там не знаю муж не помню он муж говорил развелись туда-сюда ну типа сейчас свободная но он еще на ней как говорится но не женился да только там как-то друг другу там присматривались и пили пили он немножко мне там пожаловался что она там такая такая но там нюансы нюансы знаете когда мужики там рассказывает но в общем но вот и значит она уехала в германию типа на заработки ну не знаю месяц два-три он тоже про это пожаловался что типа вот как-то там уехала ему там чуть не вообще ничего не говорила ну или в общем я перед фактом я поеду там все тут и ну как-то он как мир вот пожаловался вы тут девушка там так и так поступило интересно говорит ну поссорились чуть не или поссорились ну как-то так он вид вот так неприятно также не делаю до уезжают другую страну страну там на заработки и и мнение спросить не посоветоваться в общем ну да но она нижний замужем да то есть эти люди это 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 ничего это чужой человек да был бы брак тогда так ну ладно и он остался один ну и вот работа работа там этим фури снабжать запчасти вот все вот это в рейс отправлять ну собственная фирма ну как ну я не знаю и как народе говорит начал пить начал пить почему-то не знаю причину ничего и короче 10 дней пил и умер от отец его нашел мертвого но в постели в кровати там и вот люди рассказывали что он там пил пил сколько там дней мы эти все бутылки привозили какие-то там таксисты не таксисты эти ну служба доставки в общем короче из дома не выходил и пил и пил и пил и ну люди примерно там не знаю бутылок мне не говорили сколько на представителях сами за 10 дней сколько можно выпить и значит по моему в общем заключение такое что по моему у него не выдержало сердце или что-то такое да ну то есть вот пожалуйста пил алкоголь 10 дней пока умер и понимаете то что мы все красиво про бога и я ему что-то там и то и все это и старался говорить про покаяние я сейчас помню что я вообще с кем говорю рассказываю что это покаяние что это развернуться на 180 градусов в противоположную сторону от всех грехов от всей старой жизни ты шел туда вот это все любился смотрел там это 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 а покаяние это когда понимаешь что ты грешники делал неправильно повернулся и в шел кто воровал как библия говорит кто воровал пусть поставить перестает кто там порно смотрел перестает кто там это лесбиянка гей неважно кто любой любой грех там матом туда-сюда все что вот это в библии по библейски по богу грех мы должны бросить оставить и бежать другую противоположную то есть это больше не делать это не любить это не хотеть делать вот вот так вот это покаяние да но и ну да я про это говорил и ему и помню и то и все и всякое но понимаете это говорю он послушает но разница большая да надо же вот это все ну начинать делать или как-то хотеть или все но не было такое что он говорит андрей все давай молимся вместе все я сейчас признаю я грешник иисус господь иисус там то все все но не было такое да мы вместе такое не делали то есть я же его сердце не знаю вот мы про ну какой-то путь тут в ту сторону шли но ребята могу сказать что я когда это узнал там два-три часа назад это было я сейчас все время перед но думаю я думаю где мой этот человек знакомый где он но я думаю по библейски он в аду потому что библия говорит четко ясно что пьяницы не не будут на небесах так ну простенько пьяницы а пьяницы вот это есть те которые ну не знаю например там выпил не знаю бутылку пива ну не знаю глотал глупо бахал там вина шампанского не знаю вот такое выпил ну ну и все и ушел так ну не могу сказать но мне кажется что в это не пьяница пьяница человек который выпивает бутылку становится там этот под влиянием он там не знаю вторую третью и уже опьянение и рога уже как говорится да вот рога вниз и головой в этот как его тарелку до морда морда и в тарелку да вот этот ну вот в олевье да лицом в олевье ну вот как-то так и прикиньте и он вот такой кондиции умер пьянствуя 10 дней ребята но никак там не пахнет покаянием потому что ну бог как говорит что мы должны верить ну и ну как это действовать ну что-то или делать или что-то ну что есть грех то не делать то есть все это ну зависит мы не можем так вот просто уверовать бога это не ну не тогда что как я там говорил там порно-морно ушел в церковь все воскресенье и такой 5-6 дней жил как дьявол как так не пока как старый человек как дьявол как я говорил мой любимый там пастырь этот пол вошер пол вошер который в интернете можете найти дал так вот пол вошер всем говорит что повторил за кем-то эту глупую какую-то молитву грешника да и ушел и живешь старой жизни и живешь как дьявол какой-то там типа вот молитву за кем-то прочитал да это 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 не покаяние это не рождение свыше это ложа дьявола поэтому таких за кем-то вот таких молитвы грешника это не работает и в моей жизни не работала я пришел домой ничего не понял и так и жил и воскресенье шел и светом аплодирует то все пишет спасенные ангелы на небесах там прыгает радуется и там ля-ля-ля но ребята извините такого не могло быть потому что по плодам их узнать да и несите там как там библии написано там плоды покаяния так много местописаний пишет что это все должно сразу резко измениться у меня это мало все что там менялась я в этих грехах вот жил 30 там чуть не год 30-35-40 лет вот так так что мой знакомый меня конечно там не знаю по какой причине похорону не послали ну ладно там оказывается его сожгли там родственники просто да вот выбрали такой вариант что сжечь жечь мне сказали да но жалко то что я не мог больше все видите он сам человек так выбрал да да у нас отношения там улучшились и про бога смоги это по душам и все вот такой как будто какие-то шаги я думал давай больше дружить там он мимо едет или как-то или что то конечно у всех какие-то заботы и не можем так встретиться там да давай я приеду пьем чай давай базарим там да ну мы не можем и как-то так 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 позволить такие вот время тратить вот типа тогда но вот при случае как он приехал и где-то я встречал всегда что-то про бога ну вот видите после этого проходит может месяц-два он забухает 10 дней и я не знаю ну все айпа он по моему еще и курил до курил поэтому по сами понимаете что сигареты и алкоголь как там да то если посмотреть этот какие-то там инфаркты инсульты я не знаю в общем от алкоголя да да это это точно там ну сердце сердце как мне сказали сердце не выдержал или или что мы прикиньте 10 дней бухать и да и ну понимаете сколько можно выпить за 10 дней это я думаю что очень много да ну вот как-то ребята такие такие новости а что я могу сказать что я могу сделать так что так что ну все вот на этом хочу заканчивать но но это из-за этого что я сказал делайте выводы и думаете и сегодня не буду ничего сильно такой ну нет настроения как видите еле могу через губу переплюнуть да то есть после ну очень больно жалко такого парня потому что я его так знал груз 90-го там с армией какой 90 89 год 89 году познакомились его нет и вечности но ребята извините да он умер пьяницей в том состоянии за пьянство я 10 дней библия четко говорит что пьяницы не могут быть на небесах ну не уходит на небо и и это 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 ребята очень жалко у меня конечно их моих моих родителей нету тоже может когда-то могу рассказать но и и отец и мать тоже умерли без бога тоже в тех годах именно вот этих девяностых оба ну это же вот как-то как-то вот видите ушли из этой земли без иисуса нету тип как раз на вечную погибель